Работа сотрудников скорой помощи очень сложная. На их плечи ложится ответственная миссия – спасение людей. В неделю в диспетчерскую поступает порядка полутора миллиона вызовов. Иногда сотрудникам приходится по шесть часов находиться в разъездах. По регламенту врачи и фельдшеры данной службы имеют право отдыхать во время суточного дежурства. Поэтому для удобства были созданы все условия. На сегодняшний день первый этаж отделения нашей скорой помощи отремонтирован в хорошем состоянии. Мы должны закупить будем скоро мебель и со второго этажа полностью отделение спустится вниз. Реконструкция первого этажа затронула полную замену окон и дверей. Были отремонтированы системы центрального отопления, а также горячего и холодного водоснабжения. Приятные изменения коснулись и диспетчерского пункта, комнат отдыха и психологической разгрузки. Кабинетов для хранения лекарств, помещений для водителей. Ускорит включение станции, включение самой машины, самой бригады. Работу моментально. Естественно, если хорошее настроение у того же доктора, того же водителя, естественно, будет и быстрый доезд, быстрое обслуживание, отношение такое же, скажем. На реконструкцию станции было выделено порядка 9,5 миллионов рублей. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, этой суммы недостаточно. Поэтому Кабинетом министров республики на второй этап капитального ремонта, который начнется уже в январе 2017 года, выделено еще 5 миллионов рублей. Все строительные работы планируют завершить в феврале следующего года. Главный врач Центральной районной многопрофильной больницы Хабибулла Ахмедов отметил, что большая помощь идет и от нефтехимической промышленности города. Огромное хочется спасибо сказать, естественно, заводу, руководству завода, где возможно, они нам всегда помогают, даже в той же час скорой помощи тоже. Хочется верить, что горожане со своей стороны тоже будут более внимательно относиться к аретам скорой помощи на дорогах. Зачастую водители попросту не желают пропускать машины с включенными спецсигналами. А ведь от нескольких потраченных минут в пробке может зависеть жизнь человека. Рустам Калимулин, Лейсан Саитова, телеканал Нефтехим.